Доброе утро! Сегодня попытаемся определить, какая именно, с помощью специалиста, который сегодня в нашей студии, Александр Штейников, заместитель директора по производственной деятельности Центра технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края. Александр Васильевич, доброе утро! Доброе утро! Итак, налог на имущество будет исчисляться теперь, исходя из кадастровой стоимости жилья. Нас, конечно, интересует жилье, квартиры и дома. А что такое кадастровая стоимость? Давайте напомним. Ну, давайте так. Вообще, кадастровая стоимость, само определение, оно дано у нас в федеральном законе 237 о государственной кадастровой оценке. В соответствии с данным законом, кадастровая стоимость – это стоимость объекта недвижимости, которая определена в соответствии с порядком, да, предусмотрим настоящим федеральным законом в соответствии с медицинскими указаниями в рамках процедуры кадастровой оценки. Давайте по-человечески. Вот потому что мы, нет ли, да, будем читать эти законы. Нет, я и хотел сказать, что, на мой взгляд, эта процедура, формировка достаточно абстрактна, да, и я бы хотел все-таки отметить следующее, что кадастровая стоимость, первое, это все-таки совокупность процедур, то есть принятие решения об определении кадастровой стоимости, это само определение кадастровой стоимости и это утверждение кадастровой стоимости. Второе, кадастровая оценка, она осуществляется в отношении объектов недвижимости, которые учтены в едином государственном реестре недвижимости, то есть те характеристики объектов недвижимости, которые сегодня содержатся в инфрационной системе Росреестра, и именно они являются основой для определения кадастровой стоимости. То есть это материал стен, это год постройки, это вид разрешенного использования объекта недвижимости и так далее. И третье, самое тоже немаловажное, это то, что кадастровая стоимость в своей основе имеет рыночную природу, то есть она основана на рыночных данных, да, и по аналогии с рыночной стоимостью также используется сравнительный подход, доходный подход, затратный подход. Единственное, необходимо ответить, что в рамках данного подхода используются методы массовой оценки, потому что мы имеем дело с большим количеством объектов недвижимости, в определенный период времени достаточно сложно оценить такой объем, да, и закономерно, что возникает какая-то, может быть, погрешность в связи с тем, что не все индивидуальные параметры объекта недвижимости можно оценить в рамках кадастровой оценки. Условно говоря, район проживания, этажность и прочее вряд ли будут учтены, однако будет учтено то, что мы называем Хрущевка, Брежневка, Сталинка и так далее. Нет, как раз район проживания тоже будет учтен, местоположение тоже учитывается при определенной кадастровой стоимости, и такие конструктивные параметры объекта, как материал стен, год постройки и так далее тоже учитываются. Но вот именно в данном конкретном случае, когда будет столь массовое изменение. А скажите, пожалуйста, кто проводит эти расчеты, кто будет считать, собственно, изучать эти данные? Вообще полномочия по определению кадастровой стоимости, полномочиями наделены именно бюджетные учреждения на территории Российской Федерации, они работают свои начали с 17-го года. Какие? На территории Пермского края, это центр технической вентаризации и кадастровой оценки Пермского края. А, собственно, ваша организация, да? Да, да. Скажите, пожалуйста, насколько сейчас, по вашим примерным подсчетам, как специалиста, будет изменена эта сумма в платежках? Вот мы платили определенную сумму уже еще в этом году. В следующем году во сколько раз, может быть, или на сколько? Ну, я думаю, что с точки зрения именно налога как раз будет, ну, либо вообще увеличение не будет, да, либо увеличение будет несущественное. Объясню это почему. В связи с тем, что у нас было принято ряд мер в части именно налогообложения от кадастровой стоимости, налога на имущество. То есть, о чем я говорю? То есть, есть, во-первых, определенные коэффициенты, которые не позволяют нам обеспечить многократный рост налога на имущество. И второе, у нас есть так называемые вычеты. То есть, например, с квартиры это 20 квадратных метров, точнее, прошу прощения, с квартиры, да, 20 квадратных метров, да, с жилого дома это 50 квадратных метров. То есть, если посмотреть статистику, то достаточно большое количество жилых домов на территории Пермского края имеет площадь меньше 40, чем 40 квадратных метров. Соответственно, и как таковой налог, возможно, еще вообще пробовать заплатить не будет. Ну, 20 квадратных метров это даже не однокомнатная хрущевка. Ну, дело в том, что вот за остаток площади я понимаю, что налог все равно возникает, да, но единственное, что даже в этом случае налог будет платиться не в полном объеме в течение 4-летнего периода. То есть, налоговым кодексом установленный шаг 0,2, и, соответственно, на полную стоимость налога пробователь выйдет только в конце 4-летнего периода. Чтобы у нас было время привыкнуть к постоянному повышению, как я понимаю. Скажите, пожалуйста, Александр Васильевич, можно ли оспорить ту кадастровую стоимость, которая будет, например, в следующем году нам предъявлена? Оспорить кадастровую стоимость возможно. То есть, физические и юридические лица вправе обратиться с заявлением в комиссию, либо в суд. Комиссия на территории Пермского края у нас уже сформирована. Это комиссия при Министерстве по управлению имуществом и земельным отношением Пермского края. И свою работу она начнет с 1 января 2019 года. Спасибо вам большое за разъяснение, Александр Васильевич. Отличного вам дня. Взаимно. Вам, уважаемый, напоминаю, что сегодня в гостях у нас был Александр Штейников, заместитель директора по производственной деятельности Центра технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края. Обсуждали возможные изменения налога на имущество. Ну, мы об этом уже рассказывали сегодня, вернулись к этой теме. И, как говорится, будем наблюдать. Оставайтесь с нами, просыпайтесь. Оставайтесь с нами, просыпайтесь. Оставайтесь с нами, просыпайтесь. Оставайтесь с нами, просыпайтесь.